привет мои хорошие с вами селена и спряталась чуть я такой бардак там ну приберись сам сказала бы я бы это а это кто а знаете что сегодня за день сегодня старый новый год сегодня 13 число как просили меня буду говорить 13 число и сегодня мы едем на вареньки у нас каждое 13 число 13 января как это называется как это как это называется ли традиция традиции и цельмоптель да и сейчас мы едем кристинке на вареньки сюрпризами каждое 13 января у нас традиция кристиночка наша скромняшка крис блогер по совместительству и моя подруга по совместительству она созывает всех на вареньки с сюрпризами я не была по моему в прошлом году потому что малыш был очень маленький но была беременна еще не выпадал туда пополнение сумасшедшие блогеры мы приехали а если чё там номер машины спрячь ну с новым старым годом подожди что-то на тебе не фокусируется на южних и жених а приехала да вот решила в коем-то веке погадать как всегда в домашке встречаешь это моя парадная рубаха чиновая рубаха парадная рубаха просто наверное это твои штаны и тапки они у меня кто такой что такое что за крики так а ну выходит кто-то выходит креста ничего не сказала до вылазь ленок и так мы приехали кристине света света есть здесь идет полным ходом ритуальное гадание лепешки в общем выбрала какое-то самое суперское гадание нас вон народу куча ленок ленок виктория галина в общем полно всех у нас немного мужчин тетани вон короче мы все в предвкушении я очень жду что же выпадет мне в этот раз очень любопытно вот цвет хорош день и день и день и ему очень нравится то что происходит остались последние приготовления и уже будет сейчас будет рубрика я вас очень придумала насчет вопрос гостям и первое что я хочу спросить или нога ленок ты только что поучаствовала в нашей рубрике в инстаграме как ты себя чувствуешь после такого сложного вопроса мы в инстаграм открыли новую рубрику если вы еще не знаете проходите в инстаграм называется глубоко на поверхности и кое-кому понравилось там участвовать ты себя нормально чувствуешь будешь еще и вообще я чувствую как будто реальные заново родилась просто попутся это рубрика такие чудеса творит спасибо тебе дорогая вообще зараза ты не плакает потому что так идем дальше по по гостям знаете кто здесь у нас нет я выложу конечно вектория ну расскажи как дела у тебя с твоим каналом ну я не снимаю как видите сейчас видео почему потому что у меня это время не особо но ты планируешь продолжить планирую а когда ты последний раз видео снимала выкладывала месяца два ты что твои зрители наверное плачут я ссылку на тебя оставлю ты будешь выкладывать ты обещаешь обещаю ну смотри буду ждать а вот наша Крис у нас сейчас рубрика вопрос гостю задай мне какой-нибудь вопрос ты ж хозяйка все таки я все про тебя знаю нечего тебе спросить а ну чтобы зрители узнали сколько ты получаешь в месяц чего денег я работаю за печенье я так и думала оказывается вилками не гадают вообще представляете только ложками поэтому мы тянемся за большущей ложкой и ждем нашу огромную огромную миску девчонки вот у нас еще один гость Галина привет всем что ты пожелаешь нам в старый Новый Год пожелаю чтобы башни мечты избались и всего хорошего добрых людей и тебе всего хорошего спасибо ура Новый Год с Новым Годом тебя составим ты будешь есть вареники а Лило есть вареники а Лило есть какая у тебя какая у тебя одежда красивая с Микки с Мини Мау а это красота все готовы к таинству гадания я знаю что все ждут денег любви счастья но что выпадет вам кто первый Виталь давай выключается цветы поэтому выключаем что же там выпало Виталий помешайте вареники помешайте Деня Кристина День Кристина мы как два с тобой этих я не знаю ты с камерами хобби мешаем народу гадания видишь много сейчас мне кажется нас пошлют скажут слежи это по одному по одному так не отдай Деня что тебе попало что картошка а что это значит а что это значит кристюш что значит картошка я надеюсь не придется повышение на работе там картошка только написано что ты наделала кристина повышение по службе я надеюсь одна картошка там только не все с картошкой оказывается пойдемте мы возьмем что нам попадется я вот этот хочу мне подожди кусать а если никому ничего не попадется я взяла на что здесь кусать конечно в середине все что там у тебя кристина что это такое у меня какая-то я горький перец сама снимает и снимает кристина ягодка у меня какая-то вкусная черная подожди ну почитай итак я наелась мои губы стали еще больше они от жира размазались по моему лицу но теперь мы нужно почитать что же меня ждет у меня был порог к новым друзьям как бы я не жду новых друзей но почему бы нет посмотрим время покажет дальше у нас была курага к радости к люква к неожиданным переменам в жизни вау 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 морковка к богатырскому здоровью ну что что да грецкий орех к скорой радости в общем много всего интересного в общем много всего интересного мне попалась я жду что все будет только только супер а тебе что самое запоминающийся кольцо так может быть до может быть ждем ждем что тебе попалось самое запоминающийся кольцо это все большая монетка причем этот варенье брать не хотела думал оттуда все вывалилось думаю ну ладно съем а там была монета так значит скоро мы ждем богатство да поделись по его мере ребят что вам попалось самое запоминающее деньги машина поездка за границу в общем все что кольца ребенок все 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 это все что ты хотел или то что попалась на самом деле попалась не вон целая гора вот и карт и у вас хорошо и шины и деньги и даже утехи и зеленая нитка большая чаша жизнь ваша будет большая чаша жизнь ваша будет алюсе что тебе попалась запоминающая что это значит ключ это к улучшению жилищных условий вау я перееду в новый дом или квартиру ты самая счастливая шина к машине и короче ты вообще упакованная у нас девица в этом году конечно спросим так виктория и что тебе мало но супер ждем что что же это гадание принесет нам в этом году до интрига интрига что там у тебя под колеса попала давай давай мама уберет на алёш алё 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 решает вопросы пацан за рулем за рулем нельзя разговаривать кстати вот такой тортик карамель вау лянь какой-то прям это какой-то другой по-моему карамель прям какой-то это да а 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 у кого только крестинки мы можем поиграть какие-то интересные игры И сейчас мы готовимся к игре Алиас. Как это интересно, увлекательно. Один. Я беру. Как что вы хотите? И первое слово я должна. Нет, не первое. В общем, мне выпало, чтобы пока мой напарник тяжело дышит, смотрит на... Переорог? На время, как собака в жаркий день, вытащив язык. Короче, на меня смотреть нельзя, это будет делать Кристинка. А я буду объяснять слово вот это вот. Четвертое слово буду объяснять. А я не вижу вообще-то ничего. А ты не поймешь. Ладно, все. Давай. Да, поехали. Дедушка очень-очень... Старый. Да. Ангел. Кристина. Она делала. А, делала все дело. Таким бывает. Острым. Давай. Девчонки, девчонки, что вы делаете? Девчонки, что вы делаете? Лен, как мухи. Лен, все, хватит уже остановить. Слово угадали. Можно больше не жать. Как Кристинка танцует в здании. Да, ну не пробуй. Таня. Та-ра-ти-да-ти-да-ти-да-там-та-дам. Сейчас музыка нашла. Ух ты, как красиво, скажи Деня. Ух ты, как красиво. Вот это у Кристины деревце такое красивое. Да, машина поменяла цвета свои. Под цветом. Оранжевая. Денька. Все, мы домой собираемся. Ты решил покататься, да? Вздумал покататься? Ну, поехали. Домой едем. Ну что, мои хорошие, мы прекрасно провели время. И теперь пришло время прощаться. Крис, спасибо за вареники. Вы такие молодцы с мамой. Спасибо, что вы приехали и привезли печенье и шампанское, и шоколад. Не за что. Я просто немного удрученая вся такая. Пока-пока. Короче, каждый занят своим делом. В общем-то, все, я устала. Я хочу скорее малыша уложить. Он сегодня не спал. И он сейчас уснет быстро у меня в машине, я уверена. Так что увидимся дома. В смысле, я уже попрощалась, но... Ты будешь со мной прощаться? На тебе со лба. Дэн, не обижай Кристину. У нас скоро встреча в следующем видео. А с вами была я, Кристинка. И увидимся в следующем видео. Увидимся в следующих видео. И потерялся фокус. Это мой камера. Ленок, а вот у тебя есть секрет вообще счастья женского? Ой, господи, ты как всегда. Ну да. У меня сразу это... А что, у меня женский канал, все девчонки всегда, все хотят быть счастливы. Сразу у меня все, ступор. Ступор. Секрет женского счастья. Будьте счастливы. Галя, ты не знаешь секрет женского? Нет, не знаю. Так бы сказала, да? А я забыла, это же секрет. Я вот знаю и делюсь. Но не все воспринимают меня, конечно, как счастливицу. Для многих я страдалец. Лена, а ты как думаешь, я счастливый человек? Конечно. Я думаю, что ты счастливый человек. А она боится сказать, наверное, что-то не так. Ты вообще не боишься? Боюсь, боюсь, боюсь. Ой, боюсь, боюсь. Есть ли секрет женского счастья? Вот как бы я могла ответить на этот вопрос? Есть ли секрет женского счастья? Конечно, есть. Есть вообще секрет счастья вселенского. Ну, надо много работать. Да. Да, мне кажется, секрет женского счастья вообще заключается больше как-то, ну, в себе, в тебе, в твоей гармонии, да, с самой собой. Как бы своими мыслями, там, ощущением мира, восприятием, наверное, ну, вот так я воспринимаю. Да, все правильно, да. Ой, я, кстати, недавно в Инстаграме выставила пост, и как раз-таки вот о том там и говорилось, что наш мир не меняется, а меняются только наши взгляды. Через какие очки мы смотрим. Вот смотрим мы через черные очки, все черное для нас будет, все говно, особенно если мы себя плохо чувствуем, вообще жизнь говно становится. Одеваем розовые очки, у нас хорошо, жизнь прекрасна, все хорошо. А мир-то не поменялся. Вот так и все люди. У нас красок на самом деле очень много. И вот работа заключается в том, чтобы менять вот этот взгляд на розовые очки. Потому что на самом деле мир не черный, он на самом деле розовый. Ну, на самом деле, вот прям на самом деле. А вот так, чтобы если поверхностно относительный мир, то он говно, да. Жизнь, страдания, как сказал Бута, тут не поспоришь. Вот так. Ладно. Давайте что-нибудь попроще, да, какую-нибудь тему обсудим. А то какая-то серьезная тема, все такие сразу. Как же жить дальше? А мы ждем просто жениха Ленкиного, пока он ее заберет, тут на углу, на Красноармейской. На углу на Красноармейской. Спрятались, короче, тут в машине. У нас просто Красноармейская улица, да? С детства я знаю, улица... Красных фонарей. Типа как улица Красных фонарей. Да, у нас в Ростове такая улица. Поэтому здесь вечером, особенно в темное время, лучше девочкам не гулять. Слушай, а с кем мы гуляли на Красноармейской на фонарях? Не с тобой, раз? С мной. На фонарях прям даже. Ну, мы в парке гуляли. Ой, ну ты что же скажешь? Ну, тут, которые стоят специально, их сразу видно. Знаешь, явно не пникальники. А ты видела когда-нибудь, кстати? Конечно. Я помню... Я на подкурсы же ходила в этот колледж, где мы фоткались как раз. Я была маленькая какая, мне так хотелось увидеть. Для меня это была какая-то диковинка. Мне кажется, вот как в Таиланде, да? Идти на эти фонари, смотреть, как стоят там вот мужчины, женщины разные. Вот тоже интересно. Так и я в Ростове, когда мне было там лет, я не знаю, сколько, блин, 15. И я узнала об этом, мне так хотелось прям... Я все время выглядывала, проехать вот про это. Это какая-то была страшная улица. Что, приехала? Да я не знаю сейчас, что... Денька весь блестит, зацелованный мальчик мой. Чего-то кальто. Мои хорошие, мы дома. Малыш сразу в машине лег спать. Сейчас он спит. Сейчас уже поздно. Я уже поболтала по телефону со всеми. В общем, мы прекрасно провели время и поиграли, и поплясали, и поели, и сюрпризы. В общем, очень весело. Спасибо большое моей Крестюшеньке за то, что она всех собрала. И мне кажется, что это одна из самых лучших традиций вообще, которые только придумали. Кстати, сейчас в Инстаграме сделала пост, и девчонки говорят, что в Москве мало кто знает об этой традиции. И некоторые, кто собирает своих, всех там близких, очень радуются. Потому что это реально весело, мне кажется. Ну и вообще хороший повод собраться. Это всегда хорошо со своими любимыми и близкими проводить время. Так что мы так в наше время все работают, суеверятся. Мы так время вместе мало проводим. Поэтому лишний раз, мне кажется, это хорошая, отличная идея и хороший повод. Поэтому самая лучшая традиция. Рекомендую. Вот. Ну и что, наверное, я этот влог закончу. Он будет такой у нас коротенький, чисто, как мы старый Новый год отмечали. Сейчас пойду монтировать для вас видео другое. А это выложу чуть-чуть попозже. Вот. Кстати, многие спрашивали, может быть, кто, кого нет в Инстаграме, захотят узнать в Ютубе, что у меня за помада. Потому что все вот прям начали спрашивать. Всем интересно. Это та помада, которую я заказывала на Алиэкспресс. Вот она. Вот она. Номер 18. 18 номер. Это матовая помада. И я ее сравниваю с Кайли. Потому что самые лучшие и классные помады, которые наносятся прекрасно. Текстура. Которые действительно не оставляют следов никаких. У меня, тем более, здесь уже даже два слоя ее. Я еще подкрашивала. Прямо вот на уровне. Да. И стоят они там дешево. Там около 100 рублей, по-моему, стоили эти помады. Разные цвета. Реально рекомендую. Класснючие. Вот. Ой, я даже под видео ссылку оставлю. Если найду их на Алиэкспресс. Так что заглядывайте под видео. Как всегда, там много интересного. Ну и ссылка будет на Кристину, на Викторию, на эту помаду. Сколько ссылок. Ну, стоит зайти в инфобокс. Ладно, мои хорошие. Я вас очень люблю. Поздравляю вас с этим праздником. Уже с прошедшим, наверное, для вас. И целую вас. Люблю. Готовлю для вас видео. Новый конкурс. И, в общем-то, увидимся, как всегда, в следующем видео. Я вас целую крепко-крепко. Продолжение следует...